Новый суперкар McLaren, до сих пор условно называвшийся гранд-турером, рассекречен под простым именем GT. Новинка из Уокинга прямо называется самым просторным и комфортабельным из всех суперкаров в гамме McLaren. С ними, а конкретно с моделью 720S, новый GT делит и всю технику. Монокок изготовлен из углеродного композита, но с несколько измененной структурой. Купе длиной 4 метра 680 миллиметров и высотой метр 220 весят всего 1466 килограммов. А это на добрых 2 центнера легче, чем, например, 8-цилиндровый Aston Martin DB11. Сравнение уместное, потому что двигатель McLaren тоже V8 объемом 4 литра. По сравнению с 720 здесь те же две турбины, но отдачу уменьшили на сотню сил. У GT мотор развивает 620 лошадиных сил и 630 ньютон-метров крутящего момента. Коробка передач – 7-ступенчатый робот. Разгон до сотни занимает 3,2 секунды, а заявленная максималка – 326 километров в час. Среднемоторное купе имеет два багажника. Передний на 150 литров, а второй объемом 450 литров. Оборудован прямо над моторным отсеком и накрыт стеклянной дверью. Итого максимум 570 литров. Неплохо для путешествий, ведь на бумаге это на 5 литров больше, чем умещается под полкой багажника в свежем универсале Audi A6 Avant. Оснащение купе включает также кожаные кресла с обогревом. По желанию – отделка замжа или кашемира. И мультимедиа-систему с вертикальным 7-дюймовым экраном, а среди опций – аудиосистема Bowers & Wilkins с дюжиной динамиков. Прием заказов на GT уже начался. Цены стартуют со 163 тысяч фунтов стерлингов, а это на полсотни дешевле, чем родственные McLaren 720S. Европейские клиенты получат первые машины в конце года.